Внедрение платного дополнительного образования, вовлечение горожан в спорт, преображение лагеря березка в центр экотуризма. На заседании социального комитета депутаты обсудили перспективы социально-экономического развития Сарова. Шанс спасти чью-то жизнь. В Сарове прошла акция по сдаче крови на типирование в памяти Константина Васильева. В Сарове почтили память уроженца нашего города, погибшего при теракте на Дубровке. Далее расскажем обо всем подробно. Что должно измениться в городе в ближайшие пять лет в сфере образования, культуры и спорта? Депутаты рассмотрели основные аспекты стратегии социально-экономического развития до 2035 года. Так, в скором времени в Сарове будет открыт еще один детский сад. Для этого приспособят здание санатория «Солнышко». Там будут действовать от четырех до шести групп. Строится школа около третьего КПП. Других пока не предвидится. По-прежнему остров в нашем городе стоит вопрос с педагогическими кадрами. Депутаты предложили разработать программы для привлечения специалистов в город. Вызывает опасения техническое состояние школ. Из 16 образовательных учреждений два находятся на капитальном ремонте. В рамках программы «Спорт. Норма жизни» за пять лет планируют привлечь к занятиям физкультуры почти половину населения города. Но спортивные объекты пока не готовы принять такое количество человек. Необходима модернизация материально-технической базы существующих зданий. Также планируют создать школьные и студенческие спортклубы. Сфера молодежной политики тоже может измениться. В планах создание каворкинг-пространства и разработка системы поощрения активных волонтеров. Развивать на базе «Березка» событийный эколог-краведческий туризм в рамках реализации проекта «Дивеевский кластер». В «Березке» модернизация реконструкции инженерных инфраструктурств и строительство жилого корпуса на 150 человек, строительство лыжероллерной этой трассы. По линии Департамента культуры и искусства решен вопрос о строительстве в Сарове Центра культурного развития. Но по-прежнему остается актуальная проблема отсутствия малой сцены в драматическом театре. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. В этом году Общественный молодежный совет при главе города обновился более чем наполовину. Из 14 участников – 10 новички. Работа совета началась с обсуждения конференции по выборам представителей от нашего города в молодежный парламент при законодательном собрании Нижегородской области. Евгений Осетров считает, что это должен быть безусловный лидер, который имеет за своими плечами большой опыт проведения молодежных мероприятий. Его основная задача за очень короткий срок убедить представителей молодежи разных организаций за очень короткий промежуток времени. Поэтому здесь, конечно, без большого опыта, без умения выступать и без огромного багажа знаний никак не получится. Представлять интерес нашего города в законодательном органе региона – это шанс приобрести опыт нормотворческой деятельности и принять участие в формировании концепции региональной молодежной политики. Это уникальная возможность для представителей города Сарова повлиять на какие-то события, мероприятия, которые проходят на уровне области для молодежи. Соответственно, внести свои предложения и также обогатить молодежную среду теми мероприятиями, теми знаниями, которые есть в области. На очередном заседании обсудили правила участия в выборах. Выбирать будут из членов молодежного совета на конференции, которая пройдет в середине ноября. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Три месяца работы административной комиссии уже дали свои результаты. На рассмотрение поступило несколько десятков дел о нарушениях в сфере благоустройства и обеспечении чистоты и порядка в городе. Самые распространенные – это размещение автомобилей на газонах, детских площадках, выброс и сжигание мусора в неустановленных для этого местах и проведение земляных работ без соответствующего разрешения. Раши дела об административных правонарушениях направляли в Арзамасский отдел государственной жилищной инспекции. И чтобы присутствовать на заседании комиссии и как-то оправдаться, защитить свои права, виновнику и свидетелям нужно было ехать в соседний город. Теперь полномочия просмотрению административных дел в сфере благоустройства передали муниципалитетам. Заседание проводится в открытом режиме. На заседании присутствуют лица, в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях. Если лица не желают, они обращаются с ходатайствами о невозможности присутствия, например, на заседаниях. У нас рассматриваются события правонарушения, какие есть доказательства, объяснения, которые дал гражданин при составлении протокола об административном правонарушении. Жалобы на нарушение закона нужно направлять не прямиком в комиссию, а на официальный сайт администрации города. Специалисты всесторонне изучат поступившие материалы и после сбора всех документов направят в административную комиссию, где в формате заседания дела рассмотрят и вынесут правовое решение. Любое обращение будет рассмотрено. Если в заявлении есть событие правонарушения, то специалист, уполномоченный, он либо выйдет на место, осмотрит территорию, ту, о которой заявлено, либо если уже в обращении есть фотоматериал зафиксированного правонарушения с определенными характеристиками, дата, время совершения, то специалист добирает определенные еще документы для того, чтобы материал был полный и в установленные сроки направляет в комиссию. Комиссия вправе предупредителей назначит административный штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Таким образом, действуя в соответствии с законом, она обеспечивает порядок в городе и контролирует, чтобы те правила, которые устанавливают органы местного самоуправления, работали в полную силу. В следующем году в нашем городе благоустроят еще одну территорию по программе формирования комфортной городской среды. На проект выделят несколько десятков миллионов рублей. На выбор представлено 5 объектов. Их дизайн проекта опубликовано на сайте администрации Сарова. Благоустроить предлагают вторую очередь лыжной базы, левый берег реки Сатис от моста на улице строителя Захарова до Маслихинского моста, бульвар Мик районе 15 от улицы Березовы до улицы Курчатова, детский парк на улице Сосина. Еще одно место, за которое могут проголосовать жители старого района, да и не только старого, это набережная Пруда Боровое. Летом сюда приезжают со всего города, чтобы в жару освежиться в прохладной воде. Но и осенью народу здесь тоже предостаточно. Выбрать пространство для благоустройства должны сами жители, уверен глава города Александр Тихонов. Он уже проголосовал за приоритетный объект. Теперь Александр Михайлович призывает саровчан проявить свою позицию и решить, каким должен быть наш город. Благоустройству общественных территорий, дворовых пространств уделяется очень большое внимание. И я считаю, что, имея опыт в этом смысле, что каждому проекту в области благоустройства сейчас можно нишу найти финансовую. Будь то проект от 5 тысяч рублей и кончая там 100 миллионами рублей. Желательно, чтобы проголосовало не менее 9% населения. В Сарове свои голоса пока отдали около половины от нужного количества жителей. Выбрать территорию для благоустройства могут горожане, которым уже исполнилось 14 лет. Есть несколько способов голосования. Например, это можно сделать в торговых центрах у стойки регистраторов. Еще один вариант – проголосовать на сайте голосза.ру, следуя инструкциям на портале. Выбрать территорию нужно до 31 октября. Герой – это не всегда отважный мужчина, который бросается в огонь и воду, чтобы спасти людей. Есть ситуации, когда ради спасения чьей-то жизни необязательно рисковать своей. Просто нужно принять решение стать донором костного мозга. Студентка второго курса с РФТИ Татьяна Коновалова сделала свой выбор и пришла отдать кровь на типирование, чтобы пополнить регистр потенциальных доноров. Я считаю, что, как у каждого человека, есть какой-то бзикный героизм и хочется спасти кому-то жизнь. И когда я прочитала об этой акции и поняла, что я могу даже не самым большим трудом спасти чью-то жизнь и помочь человеку выздороветь от каких-то онкологических даже болезней. Также Татьяна в составе волонтерской группы от Саровского физтеха помогает саровчанам заполнять документы и разъясняет им дальнейшие действия после внесения в базу данных потенциальных доноров. Донором костного мозга можно стать двумя способами. За четыре с половиной года более восьми тысяч жителей Нижегородской области пополнили регистр потенциальных доноров. Это значит, что шансы на выздоровление больных увеличились. Среди этого количества людей есть и саровчане. В нашем городе акция проходит весной и осенью с 2017 года. Принять участие в ней может любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет. С собой документы он должен принести. Наличие паспорта достаточно будет. Он должен заполнить анкету, указать имеющиеся заболевания, хронические, не хронические. Если есть какие-либо противопоказания, при которых нельзя быть донором, тогда, к сожалению, он не сможет сдать. Всего 9 миллилитров крови донора дают шанс на спасение чьей-то жизни. Сведения вносят в базу данных, где хранятся все донорские материалы. Чем больше людей примут решение сдать кровь на типирование, тем больше тяжело больных детей и взрослых получат шанс на выздоровление. Елена Грискова, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Новый сезон дискуссионного клуба «Профтренд» во Дворце детского творчества начался, пожалуй, с самой интригующей встречи. В гости к ребятам пришли сотрудники спецсвязи Федеральной службы охраны России. Они поделились со школьниками некоторыми профессиональными секретами и рассказали о трудностях военной службы в этом ведомстве. В этом месте по законам жанра должно быть интервью с представителями профессии, которые рассказывают о нюансах своей специальности и важности таких мероприятий для подрастающего поколения. Но только не в этот раз. И даже за кадром я не имею права назвать фамилии, звания и должности этих профессионалов. Это секретная информация. Сотрудники ФСО занимаются защитой президента России и государственных учреждений. Поэтому никаких фамилий, обращения только по именам. Никаких деталей, только общие сведения о службе. Но даже малой части информации о работе хватило, чтобы заинтересовать ребят этой профессии. Арина Косарева пришла на проект, чтобы лично увидеть сотрудников секретной службы, пообщаться с ними и была удивлена их искренностью. Потому что люди все-таки закрытые, но отвечали на вопросы очень искренне. Даже те моменты по поводу, допустим, семьи, личного времени, все это они рассказали, и это было очень интересно. Откровенность сотрудников секретного ведомства стала сюрпризом и для Владислава Крышко. В окружении юноши нет военнослужащих, поэтому он буквально ловил каждое слово гостей. Я думал, военные люди немного замкнутые в себе, необщительные, не хотят рассказывать что-то, а эти люди оказались довольно живыми, если так можно сказать. И если бы я общался с ними в реальной жизни, мне было так же комфортно, как будто я вел диалог со своим другом. Через два года Владислав закончит школу и будет выбирать вуз для поступления. Знакомство с сотрудниками спецсвязи расширило горизонты и заставило задуматься о профессии военного. Я получил новую информацию, увидел плюс и смог проанализировать, и теперь это станет в перечне того, куда я буду выбирать, чтобы поступать. О службе, о коллегах, о возможности свободно распоряжаться личным временем и, конечно, о ВУЗе, где готовят специалистов Федеральной службы охраны. Сотрудники подробно рассказали обо всем, что не входит в гостайну, и ответили на вопросы любопытных школьников. Елена Грискова, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Система «Умность Саров» уже больше года действует на территории нашего города. На одноименном портале саровчане могут в том числе оставлять сообщения о проблемах в сфере городского хозяйства. Заявляют о неубранном мусоре, ямах на дорогах, упавших деревьях, брошенных автомобилях и так далее. На обращения реагируют, но не всегда выполненную работу фотографируют и выкладывают на сайт. Для этого пробуют привлекать волонтеров. В течение трансессии команда добровольцев отрабатывала механизмы фиксации готового результата. Чтобы не специальные службы города это делали, потому что не хватает их специалистов. А именно человек просто идет с работы домой или с учебы домой, видит список адресов готовых уже задач решенных и фиксирует на фотокамеру, отсылает в это же приложение готовый результат, что да, действительно заявка выполнена. Еще одним направлением трансессии стали различные тренинги и занятия для волонтеров города. Активное участие в них принимали студенты с РФТИ. Этот проект дал им возможность попробовать свои силы в новых для себя направлениях. Мы с 16 октября, начиная, ходили на разные мероприятия, разные лекции, игровые мероприятия, тем самым повышая как-то свою способность к волонтерству, узнавая что-то новое и просто хорошо проводили время. Самые активные участники по итогам трансессии получили награды. Такой формат работы с волонтерами организаторы признали удачным. В будущем они планируют еще не раз устроить подобные тренинги. Екатерина Апенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Подполковник юстиции Константин Васильев погиб 24 октября 2002 года во время теракта в театральном центре на Дубровке. Ему было всего 35 лет. С тех пор каждый год в день гибели своего ученика в музее 20-й школы проводят для первоклассников экскурсии. Ученики из старших классов знакомят своих младших товарищей с личностью российского офицера, нашего земляка, который отдал свою жизнь ради спасения заложников. Надо учить детей с самого раннего детства, потихонечку, понемногу учить их, как гордиться своей родиной, показывать, какие были достойные люди, чтобы они на этом примере росли. Несколько десятков глаз внимательно смотрели на старшеклассников и разглядывали фотографии на стене. Быть может, для них рано знать о страшных последствиях терактов, но точно не рано научиться чтить память тех, кто погиб, защищая свою родину. Такой же несмышленой первоклассницей была и Дарья Рубанец, когда она впервые услышала о Константине Васильеве. Я помню чувство какого-то восхищения, гордости, что такой великий человек уезжал с нами в одной школе, был в этих кабинетах, в этих стенах. Очень важно передавать историю, потому что история – это наше прошлое и наше будущее. Если мы не будем знать историю, нашу историю, то у нас и не будет будущего. Экспозицию памяти подполковника Васильева в родной школе открыли в первую годовщину его гибели. Документы и личные вещи для музея передали боевые друзья Константина и его коллеги и родственники. Они все на первую годовщину приехали со всех сторон и привезли память о Косте Васильеве, рассказы свои о нем. Какой он был человек. Я тогда удивилась, неужели еще такие люди бывают у нас в России, которые пойдут и отдадут жизнь за чужих людей, за детей. Экспозиция небольшая, но немногочисленные экспонаты могут многое рассказать о скромном, но решительном Константине Васильеве. Он сочинял стихи о родине, любви и несколько стихотворений вместе с размышлениями о жизни записал для своих товарищей на диск. Самое главное в жизни, наверное, быть духовно крепким и духовно чистым, хотя настолько это тяжело. Холодным осенним вечером, когда вся страна следила за трагическими событиями в театральном центре на Дубровке, Константин принял самое важное решение в своей жизни – спасти заложников. Он предложил террористам обменять себя на детей и был тут же расстрелян. Елена Грецкова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. В рамках ежегодного фестиваля «Зодчество» в Москве проходил конкурс детского творчества, куда свои работы отправили ученики школ, в которых занимаются дизайном, архитектурой и изобразительным искусством. Темой конкурса стал «Авангард» 20-х годов. В частности, детям предстояло отразить в своих работах архитектурные образы Якова Чернихова. Творчество этого мастера хорошо знакомо ученикам архитектурно-художественного отделения детской школы искусств. Работы были представлены детей более младшего возраста. Это проект «Коты-мосты» в пространстве Чернихова. И более старшие дети взяли разные темы, архитектурный костюм, архитектурные фантазии. И работа была сделана по страницам архитектурных сказок Якова Чернихова. То есть она такая была сборная. По старшей дети ездили, четвертый курс. Этот проект назывался «По пятам Чернихова». Он состоит из нескольких работ. Горячим клеем девочки соединяли фломастеры и делали дома в стиле Чернихова. Еще одна композиция была посвящена уходящему деревянному зодчеству. За свое творчество ученицы детской школы искусств получили диплом лауреата. Мы работали недолго, потому что времени было очень мало. Сделали где-то уроки за 4-3. Вообще мы думали, что у нас самые лучшие работы. Изюминкой этого года стал конкурс плакатов. Его тема «Окно в будущее». Рисунок Полины Мачкаевой «Не проспи жизнь» вошел в 10 лучших работ. На нем изображен мальчик, который тянется к будильнику, чтобы его выключить и продолжить спать. И тут говорится «Не проспи жизнь». То есть не выключай будильник, надо встать. Нам были уже предложены лозунги, но мне захотелось выбрать именно этот. И как раз жюри понравилась именно эта работа. Один из членов жюри очень любил спать, и поэтому отметил он мою работу. Также на фестивале представителям архитектурно-художественного отделения детской школы искусств вручили диплом Международного фонда Якова Чернихова за внимание к памятникам культурного наследия. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. В один строй с сотрудниками ГИБДД стали юные инспекторы безопасности дорожного движения. Общий развод проводил начальник Саровской госавтоинспекции. Он рассказал о мероприятиях в рамках месячника безопасности дорожного движения «Засветись». «Каждый понедельник, среду и пятницу дети совместно с полицейскими, с волонтерами и учителями будут работать на пешеходных переходах вблизи школ для того, чтобы контролировать, как дети соблюдают правила дорожного движения, в том числе использование световозвращающих элементов в темное время суток». Активистам отряда юных инспекторов из пятой школы достался один из сложных участков – пешеходный переход от стадиона ИКАР к центральному входу парка имени Зернова. Вместе с сотрудниками госавтоинспекции они провели акцию «Засветись, защитись». «Хотелось бы, чтобы наши пешеходы в темное время суток использовали световозвращающие элементы, которые, хоть они и выглядят как игрушка, но эта маленькая игрушка спасла не одну жизнь». Даниил Григорьев вместе с своими товарищами основательно подготовился к акции. На улицу они вышли с плакатами, флайерами и светоотражающими наклейками, которые раздавали пешеходам. «Я бы что важно показать, как детям, так и взрослым, важность отражающих элементов на одежде в темное время суток». Подростки обращали внимание пешеходов на соблюдение правил дорожного движения и разъясняли, как применять яркие наклейки на одежде в темное время суток. Елена Грискова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. «Вот такой вот браслет ярко, ядовитого желтого цвета, очень ярко горит в свете фар, как ближнего, так и дальнего автомобиля, любого автомобиля. Применяется, как правило, на верхних конечностях, вот так. И при движении создает эффект световозвращения, и водитель вас заметит». Осенью короткий световой день, рано темнеет и поздно светает, а мокрый асфальт и плохая освещенность могут привести к печальным последствиям и для пешеходов, и для водителей. В этот период возрастает число наездов на пешеходов. Это связано с тем, что горожане вечером надевают темную одежду, их практически не видно на проезжей части. Сотрудники госавтоинспекции давно рекомендуют надевать на одежду светоотражающие элементы или фликеры, чтобы стать заметными. «Как сказал начальник ОГИБДД Александр Косенков, фликеры водителю видны за 150 метров. Насколько это эффективно, поехали проверять». «Эксперимент мы решили провести на слабо освещенном пешеходном переходе возле сквера за Домом культуры. Действительно, увидеть ночью человека в темной одежде практически невозможно. Надев фликеры на пешехода, мы решили проверить, можно ли заметить его на дороге за 30 метров. Итог эксперимента увидеть можно». «Для чистоты эксперимента мы решили отправиться в более темное место на тропу здоровья, где минимальная концентрация пешеходов и совсем не видно дороги. Ну что, давайте посмотрим, видно ли человека. «Как показал эксперимент, фликеры действительно работают. Они помогут вам обезопасить себя в темное время суток на дороге». Ирина Ушегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Принять участие в областном конкурсе на звание лучшего работника сферы государственной молодежной политики Андрей Кочкин решил спонтанно. Проект «Короткое замыкание» у него был готов давно. Но только в этом году он показал работу на областном уровне. В номинации «Специалист по работе с молодежью» проект Андрея оценили на высшем уровне. «Я представлял рок-культуру города Сарова. Назовем это так. Я представлял деятельность, которой я занимаюсь уже шесть лет. И с моими ребятами в студии «Короткое замыкание». Каким образом вообще выстраивается работа и взаимодействие с органами власти, с администрацией и рок-культурой. Конкурс проходил в два этапа. Первый заочный. По его итогам определили список тех, кто вышел во второй этап, финальный. Там участники рассказали о своей профессиональной деятельности, защитили авторский проект, прошли тест на знания законов и продемонстрировали навыки работы в команде. Самым сложным для Андрея оказалась работа с текстом. Текст, не подумайте, что это простой. Это ужасно нудный текст о лидерстве, руководстве. Я в жизни такого не читал. И он написан специально. Шрифт такой. Плотно-плотно и листов прямо 20. То есть это нереально прочитать за 20 минут. И надо основную мысль донести вот этой комиссии, о чем текст. Андрей с блеском выдержал все испытания. Уже в ноябре он представит Нижегородскую область на финальном этапе Всероссийского конкурса в Ханты-Мансийске. Интерактивные познавательные программы, творческие мастерские, экскурсии, кинопоказы. В художественной галерее школьникам не дадут заскучать во время каникул. Ребята окунутся в загадочный мир Китая, узнают о празднике драконов, создадут рисунок в технике пластилинографии, попробуют свои силы в кружевоплетении. Также сотрудники галереи собираются развенчать миф о том, что творческие мастерские подходят только маленьким детям. Еще, конечно, мы не забываем среднее звено и старших. Для них у нас тоже есть творческая мастерская. Из нашей программы «Печатная мастерская» мы занимаемся линогравюрой. На эту творческую мастерскую мы приглашаем детей, начиная с седьмого класса, не ранее того. Также школьники смогут посмотреть выставку Юрия Васнецова «Вкус знакомый с детства». В экспозиции представлены литографии иллюстрации художника к книгам, которые выходили и в Советском Союзе, и издаются в наши дни. Рисунки Васнецова входят в золотой фонд книжной иллюстрации. В нашей стране их знает каждый. А с 31 октября посетители галереи увидят новую выставку «Художники Сарова-2019». Эта выставка очень любима вообще горожанами, потому что эти художники живут не за горами, не за долами, а здесь, в нашем городе, на соседней улице, в соседнем доме. Интересно посмотреть, что они успели сделать за год и представить на общей выставке. В галерее работает и кинозал. В дни школьных каникул в рамках кинофестиваля «Набад» там покажут фильм «Сокровища Ермака» для зрителей старше шести лет. Также школьники смогут посмотреть новый российский мультфильм «Урфин Джуз возвращается». Фильм рекомендован к просмотру зрителям старше шести лет. Приходите, смотрите, потому что Элли и Татошка вовремя окажутся в волшебном городе, ну и помогут своим друзьям, потому что туда возвращается Урфин Джуз, потерявший свою армию деревянных солдатов в предыдущем фильме, скажем так. Групповые посещения только по коллективным заявкам. Апофеозом каникул в художественной галерее станет «Ночь искусств», которая пройдет 4 ноября. Детская программа рассчитана на зрителей старше шести лет. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей «Саров-24». Беременность – это самый ответственный и волнующий момент в жизни каждой женщины. Именно это состояние хочется запечатлеть на память и потом показать всему миру. В этом женщинам помогает молодежный центр. Для всех мам в преддверии их праздника он проводит фотоконкурс «Красота в положении». Решили провести такой конкурс, чтобы показать, наверное, красоту женщины, которая находится в ожидании самого, наверное, прекрасного момента в своей жизни – появления маленького человечка. В конкурсе могут принять участие жительницы нашего города, будущие мамы и те, кто уже опознал радость материнства. В нем четыре номинации «Остановись мгновение, ты прекрасна», «Ждем всей семьей», «Мама искусница» и «Я родился». Оценивать участниц будет опытное жюри. Обязательно в состав жюри входит профессиональный фотограф, заведующий ЗАГСа мы обычно приглашаем, директор молодежного центра. Жюри оценивает, выбирает понравившиеся им работы, потом они совещаются и уже приходят к общему мнению, кто же все-таки победил и в какой номинации. Организаторы приглашают к участию женщин всех возрастов. Новшеством конкурса станет голосование за приз зрительских симпатий. 22 ноября с 9 часов утра до 18 вечера в Зимнем саду будет организована фотовыставка, где будут представлены все работы. И каждый желающий может прийти и проголосовать за понравившуюся ему работу. Принять участие в конкурсе «Красота в положении» просто. Достаточно выбрать фотографии из семейного архива, заполнить заявку и отправить работу на электронную почту «Зламена собака» mcdefis.ru.ru с пометкой «Красота в положении» до 17 ноября. Победительница наградят 22 ноября в Молодежном центре. Подробности по телефону 99108. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. И кто-то очень близкий тебе сегодня скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Даже глава города, выйдя на сцену, не смог сдержать эмоции и запел. Теплая дружеская атмосфера фестиваля располагала к творчеству. Александр Тихонов обещал, что обязательно примет участие в конкурсе. И отметил, что в преклонном возрасте нелегко решиться на выступлении перед публикой. Иначе надо готовиться, это сам образ жизни, это своеобразное волнение, это какие-то сборы, репертуар. Это очень здорово. Первый фестиваль «Серебряный возраст» прошел весной, но спустя полгода пенсионеры города вновь решили постревноваться в творческом направлении. Самому старшему участнику конкурса исполнилось 80 лет. Спеть могут многие. Ну, друзей там где-то на вечеринке, но очень немногие выйдут на сцену. Это дело серьезное. Темой осеннего фестиваля стала любовь к родине и стране. Со сцены звучали песни военных лет, народные композиции, любимые песни с кинофильмов. Вокалисты выступали в двух номинациях – солисты и творческие коллективы. Конкурс развивается и дает возможность реализовать свои творческие начинания не только любителям вокального жанра. В этот раз организаторы включили еще одну номинацию – живопись. Но и это не предел. Все зависит от активности пенсионеров. Если будут заявки, то фестиваль расширит свои рамки. Мы вместе подумаем, как это сделать. И вот если мыслей и идей таких будет больше, и мы сможем это пронести дальше, мы с вами вместе будем молодцы. Сдержанные мужские баритоны чередовались со звонкими женскими голосами. Зрители подхватывали знакомые слова и подпевали артистам, а потом провожали громкими аплодисментами. Фестиваль еще раз доказал, что жизнь на пенсии может быть яркой и интересной. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Голы, столкновения, борьба до финального свистка. Игра выдалась богатой на события. Каждая команда старалась забить в ворота соперников как можно больше мячей. В первом матче турнира «Золотая осень-2019» встретились футболисты клубов «Зенит» и «Витязь» с центра внешкольной работы. Ворота «Зенита» защищал Никита Ульянов. Футболом мальчик занимается 8 лет. За это время он не раз вручал свою команду из сложных ситуаций. Зоркие глаз и спортивное чутье Никиты вновь привели «Зенит» к заветной победе. Ударов было много, в защите хорошо отыграли. Один гол только пропустили. Мы рассчитывали на кубок, хотим его взять. В этот раз у нас все получится. «Зенит» одержал победу над «Витязем» с разгромным счетом 9-1. Приигравшая команда итогом игры недовольна. На поле спортсменам не хватило сплоченности и точности передач. Не хватило комбинаций и дружности команды. Если бы мы играли дружно и между собой давали бы больше пасов, мы бы по-любому смогли победить. А так есть на чем работать. Турнир «Золотая осень» проходит по круговой системе. В этом году в соревнованиях принимают участие 17 команд. Их разделили на 4 возрастных категории. Спортсмены проводят на игровом поле два тайма по 20 минут. Турнир «Золотая осень» проходит традиционно каждый год. Организовывается центром внешкольной работы осенью среди дворовых команд, которые у нас занимаются в клубах по месту жительства, у тренеров, педагогов дополнительного образования. Победителя турнира «Золотая осень» 2019 определяют 28 ноября. Лучшая команда получит золотой кубок и ценные подарки. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Сарух24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова